Тор-Забайкалье – экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Красивая формулировка для отчетов, в реальности же все не так радужно. Читинский район – поселение Арахлейское. Местные жители, выживающие здесь лишь подсобным хозяйством, в один голос заявляют о реальном рейдерском захвате земель. Почти 60 лет назад на базе совхоза Читинский был образован совхоз Беклемишевский, объединивший пять сел – Беклемишево, Иргень, Тосей, Арахлей и Иванозеро. В 1992 году совхоз преобразовали в коллективное предприятие Беклемишевское, а затем и в производственный кооператив. В 2011 году производство переехало в Беклемишево. Жители Арахлея остались вести личное подсобное хозяйство с согласием руководства совхоза на привычных землях. В мае этого года кооператив обанкротился, началось конкурсное производство. В связи с банкротством прошу рассмотреть вопрос о возврате земель сельхозназначения в администрацию сельского поселения Арахлейское. Земли будут выделены в аренду для организации крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. В случае передачи земель другим арендаторам наши жители останутся без сенокосных угодий и места для выпаса скота. Исполняющий тогда обязанности главы Читинского района Вячеслав Холмогоров заявление проигнорировал. 17 тысяч гектаров земли отдали в аренду ООО «Новая Беклемишева» пропиаренному государственными СМИ новоиспеченному инвестору, резиденту Торзобайкалия. Предприятие создано 9 сентября прошлого года и специализируется на выращивании зерновых и других культур. 17% собственных вложений – остальное внешние источники финансирования. На каждом углу Минсельхоз и Министерство инвестиционного планирования кричало о серьезном белорусском инвесторе. Оказалось, все гораздо проще. Директор недавно созданной фирмы Дмитрий Харитонов родом из Белоруссии, а учредитель Ольга Мять из Воронежа. Следуя данным открытых источников, более никаких успешных проектов ни у одного из них нет. Руководитель данной организации распоряжается этими землями и он предлагает местным жителям арендовать свои же по сути паи по непосильно высокой арендной плате. Они сейчас вообще оказываются не психологически, не материально, не физически вообще не готовы к таким преобразованиям. Их просто перед фактом поставили за несколько дней до начала покосного сезона. Я так понимаю, большая часть покосов уже в данный момент перепахана. То есть люди, по сути, остались без возможности к существованию. Поголовье скота в селе сегодня примерно 200 голов на 80 дворов. 480 человек, за исключением тех, кто работает в школе, сельском клубе или ФАПе, живут подсобным хозяйством. При объявленной Харитоновым стоимости одного гектара в 500 рублей им придется просто сократить поголовье. Это повлечет снижение и без того скромного дохода. Вот тут будет уместно напомнить, какие преференции получает резидент ТОР. Первые пять лет налог на землю 0%, налог на имущество 0%, налог на прибыль от 0 до 5%. Кроме того, сокращенные сроки проведения контрольных проверок, предоставление земельного участка для реализации проекта и организация свободной таможенной зоны. А с чем остаются местные? Вот у меня самой зимой печку топить нечем, потому что дров нет, потому что нам не разрешали. Все билеты раздали каким-то левым, а самому вот кто именно здесь живет, нету дров, билетов не выдавали. Рыбу не лови, сено не коси, вот действительно дрова не готовь. Как нам сейчас последние вот наши земли отбирается на костном годе, на что нам жить-то? За свет, это действительно какой-то террор получается вообще. Испытывающие моральное давление жители села собрались в субботу в местном клубе для встречи с Харитоновым. Серьезный инвестор вез на подпись договора аренды, который отказывался предоставить для изучения заранее. Но при виде несогласованной камеры решительности у бизнесмена поубавилось. Подождите, вы даете интервью о том, что вы резидент ТОР. Почему вы не даете интервью о проблемах? Телеканал ЗАП-ТВ, это Амара Ванфули. Очень приятно. Почему вы даете интервью о том, что вы стали резидентом ТОР, а дать интервью по проблеме вы не хотите? А какая здесь проблема? Какая здесь проблема? Никаких проблем не входит. Вы забираете земли у местного населения. Мы не забираем. Вы загибаете аренду, несовместимую с доходами людей. До свидания. Вот так. Сел серьезный инвестор Владу без номеров и уехал. Договоры остались неизученными и неподписанными. От Харитонова уже поступали предупреждения о том, что поля неподписавших бумаги будут вспаханы до сенокоса. Сегодня вот приехал, увидел вас в телевидении и, как бы сказать, сбежал, да, натуральным образом. И я вот боюсь вот такой проблемы, не приедет ли он прямо сегодня ночью, когда мы будем все спать, и не спашет ли он остатки наших сенокосных угодий. Вот за что мы переживаем. Мы будем вынуждены каждый защищать свой покос. Многие поля с хорошо взошедшей в этом году массой уже вспаханы арендатором. Несколько семей остались без кормов. А теперь вернемся к формулировке понятия ТОР. Зона, созданная для улучшения жизни населения. Но не в этом случае. На сегодняшний день жители Арахлея написали заявление в прокуратуру с требованием проведения проверки по ООО Новая Беклемишева, а также администрации Читинского района. Готовится обращение в суд. Субтитры создавал DimaTorzok